добрый день дорогие друзья добрый день наши уважаемые слушатели с вами вновь радио сан гейтс и сегодня у нас гостях александр алимов уже не далеко не первый раз здравствуйте александр александр я бы хотел чтобы вы сегодня сами представили себя потому что можно говорить много разных интересных слов экстрасенс целитель контактер и так далее но я хотел бы чтобы вы сами сказали вот кем вы себя на самом деле считаете как лучше вас охарактеризовать с вашей же точки зрения но прежде всего человек такой как и все да понятно что я занимаюсь развитием способностей человека не называя но стараюсь не называть конечно это магии потому что это более такое какое-то узкое слово которое не обозначает всей целостности но также контактер наставник я тоже не назову себя учителем наставником а вот ну а также энергетический целитель то есть я занимаюсь целительством применяю целительство ментальное тело ну и на мой взгляд результаты есть это ну и как я понимаю вы еще можете сказать о том что вы контактер у вас есть тердо да да я получаю знания своих высших учителей вот пришлось конечно очень долго во всем разбираться очень кропотливо потому что долгое время проводил на тонкой плане чтобы все ощутить на самом деле в реальности как она есть не так когда ты просто получаешь контакт в виде когда тебя виде мысли появляются набор какого-то текста да и ты не видишь кто тебе это направляет так далее то есть мне приходилось преодолевать это все чтобы увидеть ощутить узнать кто со мной общается почему со мной общаются кто дает мне эту информацию проверять информацию соответственно то есть очень много процессов и узнал достаточно много хорошо александр теперь я хотел бы постепенно перейти ко второй теме нашей программы поговорить о курсе который вы преподаете уже как как преподаватель как учитель у нас в ближайшее время этот курс начнется скажите пожалуйста какие бы вы еще раз мы это об этом говорили но я хочу проговорить это еще раз какие бы вы главные моменты этого курса хотели бы выделить вот как как бы красной строкой человек который заканчивает этот курс закончил что будет в нем что будет с ним отличного от того как было до занятий и будут изменения но изменения какие будут прежде всего человек научиться ощущать энергетические потоки внутри себя и снаружи научиться ими управлять научиться делать так что никто и ничто не сможет к нему подключиться управлять опять же тем кому интересно что значит управлять людьми и это можно очень просто и это люди используют я как-то на своей на своем канале ютюбе записывал видео по поводу привязок но я думаю что в следующем эфире мы можем этом поговорить потому что часто это всплывает в моей работе можно так сказать и люди обращаются привязки от умерших то есть люди то есть души которые не могут перейти остаются в мире физическом цепляются к своим родным ну и также это используется и для достижения каких-то собственных целей потому что люди не всегда понимают зачастую для чего им знания знания дались и они используют это на некое собственное благо не думая о последствиях дальнейших то есть эгоистично да потому что привязками можно очень легко во первых управлять человеком во вторых подпитываться от него энергией а в третьих еще и это некий финансовый достаток и плюс этот человек еще будет приводить множество множество людей которые будут примеру у тебя обучаться примеру и когда я увидел этот факт то есть он меня поразил я понял честно я тогда разочаровался в развитии то есть я понял насколько люди используют развитие и это привело их в некий тупик что вот они зациклились только на себе на собственном достатке нас обогащение на том чтобы это воплощение прожить как можно лучше то есть но поэтому было некое разочарование если честно и я до сих пор не понимаю то есть ведь они знают что их ждет но все равно целенаправленно идут отрабатывать они будут очень жестко поэтому я не использую это я и говорю поэтому об этом а в основном это скрыто то есть я до этого не не слышал чтобы кто-то говорил об этом откровенно а скажите пожалуйста среди вот тех способностей которые появились у вас и вот после контакта и с развитием контакта если то что называется разными словами можно говорить ясновидение но некое предсказательство то есть некое видение грядущих событий присутствует ли это тоже присутствует да в прошлом эфире я говорил о том что его то что у меня я увидел вы мне говорили но я не буду сейчас опять касаться этой темы хорошо очень сильная для американцев эта тема не будем повторяться тем более просто хочу сказать что я не преследовал целей выделить одних над другими я стараюсь вообще держаться вне политики вне религии вне вот этого всего то есть я за мир во всем мире я хочу чтобы мы друг другу ездили в гости в разные страны чтобы не было вот это вот постоянных виз этих что люди вели себя действительно мирно дружили между собой не ругались не дрались не воевали между собой да за какие-то мелкие ценности которые они думают что это ценность для меня например это мелкие ценности которые даже не стоят если жить ради этого то я думаю что лучше уйти тогда как он буддийский монастырь и там жить но не жить ради этих мелких ценностей но есть очень много людей которые вас искренне поддержат особенно по поводу отношений между странами отсутствие виз и границ и жизни такой в содружестве по все хочу побывать у вас в америке так как в нескольких воплощениях я жил там но они на территориях там держим и коренные ну как сказать не коренные американцы где жили да я жил да как раз индейцы я хочу побывать в лесу секвой я летал туда это не передать словами какое ощущение летал ментальным телом да я понимаю передать словами какое-то ощущение вообще вообще вот не знаю почему-то тематика и из-за того что наверное воплощался там не очень близко тематика индейцев они мне очень близки я всегда даже помню там какие-то различные фильмы американские в детстве смотрел там спасти вилли к примеру да где там тоже опять же индейцы духи общение животными то есть мне это всегда было близко доброта вот это вот не знаю вызывал я какую-то внутреннюю привязанность внутреннюю поддержку понятно я понял давайте еще раз вернемся курсу кроме того что как вы сказали человек начнет ощущать потоки энергетически очевидно будет чувствовать свои энергетические центра собственные чакры до он не чакры каналы будет чувствовать непосредственно будет возможностями управлять будет возможность ставить как ещё называют некую защиту энергетическую на через которые будет практически невозможно пробиться человек который попытается это сделать просто получ característ Civilanda некий энергетических удар для себя. То же самое, как я рассказал в прошлом эфире. Некий привел пример, когда девушка одна хотела посмотреть меня. Ничего плохого, да, но здесь, получается, пошел обратный процесс, да, и энергия, просто моя повышенная частотность наложилась на ее энергии, и это пошел как обратный эффект. То есть моя энергия восстанавливалась к ней, вот, и, соответственно, она получила некий энергетический небольшой и куда, потому что в виде того, что у нее сильно начала болеть голова. То есть, как она сказала моей ученице, видимо, у нее настолько сильная защита, что... Вот. То есть тем самым ученики научатся ощущать любые какие-то старания под ключик к ним, прицепление привязок от сущностей, от людей, будет ощущать, есть ли приток энергии, есть отток энергии, из-за чего это происходит. Причем это касается всех. Я задавал этот вопрос в прошлый раз, я просто по-другому его формулирую сейчас. Это касается всех учеников, независимо от их каких-то изначальных способностей, просто у кого-то больше, у кого-то меньше, но в целом, если будут эти люди стараться, да, если будут заниматься, они смогут достигнуть, потому что я встречал таких людей, у которых было менее выражено, но они очень сильно, как у нас говорят, пыхтели. Понятно. Хотели и старались. Да. Они очень старались, но они старались осознанно, без фанатизма, но старались, и они достигали определенных результатов, даже больше результатов, чем тот, у кого было больше выраженных способностей. Понятно. Ну, опять же, я говорю, что способности есть у каждого человека, у каждого. Просто есть человек дошел уже в нынешнем воплощении до того, что он сейчас имеет, и то, что выражается, и значит, что он шел уже в прошлых своих воплощениях, а есть кто не дошел, но вообще изначально Создатель нас так создал, что мы обладаем все. Здесь нету какой-то исключительности, я хочу это заметить, и я никогда не заявлял, и не буду заявлять, что я какой-то исключительный. Я развиваюсь, да, в этом мой путь, все. То есть эйфории быть не должно ни у кого, потому что это выбивает из колеи, это выбивает из пути. Понятно. Это как бы вот то, что мы проговорили сейчас, это все, что получат ученики, или есть что-то еще? Нет, они также получат возможность как раз исцелять и себя, и помогать исцеляться и другим. Вот как раз об этом я хотел спросить. То есть после этого курса человек сможет, по сути, стать целителем? Да, он сможет научиться управлять энергией, сначала внутри себя, как я уже сказал, да, а потом и снаружи. Управлять энергетическими процессами другого человека, влияя своей энергией на его тонкие процессы, энергетические процессы, чтобы, к примеру, почистить человека. Потому что блоков энергетических очень много человек может... Что такое блок на самом деле с понятием энергетическим? Да? Это то, что человек, ну, к примеру, он понервничал в какой-то ситуации, он с кем-то поругался. Соответственно, слова, мысли, действия, воздух — это все энергия. То есть, соответственно, он направил энергию на кого-то. Энергия — низкая частота как раз у такой энергии. Отрицательной, как я ее называю. Он направляет. Соответственно, в нем энергии становится меньше. Он себя ослабнет. Почему и когда-то Будда говорил, что нельзя реагировать на то, когда человек пытается тебя оскорбить или так далее. Чтобы не было оттока энергии. Его слова нужно воспринимать не так даже, как он сказал, а смотреть более обширно. Потому что, в принципе, я это все брал, мне нравится очень сериал про него, который сняли, по-моему, в Индии. Вот с этого сериала я тоже много что для себя находил подтверждение, если честно. И я уже видел картину в целом, а не часть ее. То есть, и почему я книги не читаю? Потому что я зачастую встречаю в этих книгах, часть, но не общую картину, не общую целостность, а какую-то маленькую часть. Но эта маленькая часть меня не приведет к общей целостности. По одной простой причине, потому что ты будешь двигаться, упрешься в тупик, благодаря вот этой маленькой цели, да, и все, и будешь стоять. А в общем, не увидишь ты ничего. Поэтому нужно смотреть гораздо обширнее на все. Скажите, пожалуйста, а вот нет ли опасения, вы, по сути, даете людям тогда, после этих курсов, возможность, как мы только что выяснили, управлять энергетикой другого человека, то есть это, ну, определенное оружие. Нет ли опасения, что среди учеников найдутся те, кто потом это станет употреблять, ну, мягко говоря, не в светлую сторону? Или вы это чувствуете и как-то ограничиваете, или вот как это происходит? Ну, во-первых, я это чувствую. Во-вторых, у меня есть рычки воздействия, которые я себе оставляю. Если это одно из условий, единственное условие, никогда не применять ни при каких обстоятельствах способности в каких-то корыстных своих целях преследовать, да, и не применять эти способности против человека, а наоборот помогать. А рычки воздействия у меня есть. Я могу все вернуть на круги своя, заблокировав все и вернуть, как оно было в первоначальном виде. Тем самым я человеку никак не наврежу. Я просто заблокирую, как когда-то это сделали высшие силы. По отношению к... Ну, то есть прошлые цивилизации, которые были на Земле, мягко говоря, играли со своими способностями, что привело к некому разрушению всей территории планеты. И была чистка. Это было как некое наказание. То есть почему нам и заблокировали, чтобы мы научились этим управлять, ценить это, применять это правильно, не в каких-то военных целях, а чтобы мы могли эволюционировать. Потому что через наработку и отработку опыта мы эволюционируем, мы получаем каждое свое воплощение, новый опыт. И сразу могу сказать, те, кто слушает нас, я знаю, кто нас слушает. не получится у вас применять эти способности ради определенных целей. Вот так вот, могу сказать. То есть все учтено? Во-первых, если даже не я, если там вдруг что-то, но это, конечно, навряд ли. Со мной что-то случится, то не забывайте, что мои учителя, они... Я думаю, что так. Потом... Когда вы говорите, мои учителя, вы имеете в виду несколько сущностей, которые с вами работают? Или что-то... Нет, на данный момент со мной работает одна сущность. Вот. Но у меня-то был не один учитель, я проходил, я же рассказывал, это как некая школа. То есть, почему, например, вот даже на астральном уровне сущность, называющая себя тоже учителем, являющуюся учителем, она может не видеть картину в целом, потому что, вот, к примеру, что выше, астральный или его ментальный уровень, соответственно, ментальный. Какой информации будет владеть более широкой, но какая сущность? Тот, который на ментальном уровне или тот, который на астральном уровне? Соответственно, тот, который на ментальном, потому что он выше по уровню. Уровень его развития позволяет это видеть, потому что он прошел все этапы астрального уровня развития, перешел на ментальный уровень, и уровень знаний повысился. А тот, который на астральном уровне, он еще не видит того, что видит тот учитель, который видит на ментальном уровне, тот, который находится на ментальном уровне. вот поэтому это как вот некая для меня школа и я знаю знаю что могут мои учителя то есть понятно что есть определенные техники которые я показывать сожалению не буду а вот это может быть опасными в применении это может быть опасно но это к примеру я понятно что никогда эти способности использовать не буду опять возвращаясь к курсом они появятся ли тогда у ваших учеников вот эти вот способности выхода в ментальном теле путешествий различных вот то что как бы и у вас будет ли достижимое такое или это уже какой-то совсем другой уровень я думаю что будет достижимо но опять же чтобы выйти ментальным уровень нужно преодолеть свое сознание а это зачастую очень сложно и я сейчас вижу как мои ученики здесь москве сейчас нахожусь москве сегодня прилетел завтра провожу обучение очередного начала месяца даже конец месяца но так получилось что занятия будут в конце месяца вот я смотрю на них как им сложно преодолеть то есть когда ну представьте вы начинаете выход погружаясь в глубокую медитацию начинаете выходить по чуть-чуть концентрируясь внутри верхнего канала и начинаете как бы некий полет вверх и вот на определенном уровне ваше сознание начинает выдавать вам блоки блоки в виде различных картинок либо мыслей то есть это возникает справа слева сверху сбоку заставляет вас обратить на это внимание тормозит вас тем самым и вы не можете погрузиться дальше здесь задача как раз не цепляться не бороться с сознанием что будет как раз огромная ошибка потому что сознание помолит вас и вы вернетесь опять свое тело а здесь как я называю некий эффект преодоление без боя но это достигается определенными практиками опять же понятно большое спасибо за интересный рассказ за интересную информацию ждем на самом деле начало курса образовательного спасибо пожалуйста всего доброго его вам доброго до следующих встреч до свидания